Здравствуйте! Мы с вами читаем сегодня первую главу книги пророка Иоиля. Я читаю ее в своем собственном переводе. И все это делается в рамках проекта Экзегет. Как всегда, начиная новую книгу, мы должны что-то сказать об этой книге. Кто этот пророк, когда он жил. К сожалению, про книгу пророка Иоиля я этого не скажу, потому что я не знаю и никто не знает. В этой книге нет никаких датировок. Обычно это имена царей, какие-то уникальные события, которые описываются, предсказываются или еще каким-то образом обсуждаются. Иногда это какие-то ссылки на людей, может быть, не самых главных, но тем не менее участвовавших в истории, которые позволяют нам понять, где и что происходило. Даже география может нам дать некоторые подсказки, да, если упоминаются местности, там, Израильская долина, в которой что-то произошло. А здесь нет ничего. Здесь вот просто такая история, которая, наверное, происходила не один раз в жизни Израиля. И, собственно говоря, пророк Иоиля описывает нашествие саранчи, которое может быть нашествием саранчи, может быть нашествием вражеского войска. Это происходило многократно. Но удобнее всего привязать, например, к восьмому веку, когда ассирийцы нападали с север, уничтожили Самарию, северное царство, и готовы были уничтожить южно-иудейское. Но южному удалось отбиться, но это повторялось многократно. И, может быть, даже хорошо, что до нас не дошли эти датировки. И мы ничего не знаем о пророке Иоиля, его имя, происхождение. Ну, вот имя такое просто имя, ничего особенного не дает. И никаких указаний, откуда он был, какого он рода племени, что обычно бывает, конечно, в библейских книгах. Может быть, это просто такая вот абстракция, которая, конечно, была когда-то конкретной. Вот что-то произошло, и пророк описал происходящее. Но одновременно эта история стала типовой историей нашествия, типовой историей бедствия. Итак, Иоиль, первая глава, мой собственный перевод, Андрей Десницкий. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Петуэла, ему тоже еще одно имя, которое, в общем, ничего не скажет, а дальше идет его весть. Выслушайте это, старцы, внимайте все жители этой земли. Бывало ли такое во дни вашей или во дни отцов ваших? Расскажите об этом своим детям. Ваши дети пусть поведают вашим внукам, ваши внуки следующим поколениям. То есть, он описывает, как некое абсолютно уникальное событие. Никогда такого не было, и впредь никогда не будет. Об этом будут пересказывать. И только что я сказал, ну, это же многократно происходило. Где же, собственно, правда? Ну, может быть, дело в том, что, когда происходит некоторое великое событие, особенно бедствие, страшное, которое постигает людей, они его воспринимают как уникальное. Те, кто пережил там войну, имеется в виду Великой Отечественной или Вторая мировая, или что-то вот такое очень-очень тяжелое. И страшно им кажется, что это абсолютно уникальный опыт, потому что до этого и после этого в их жизни ничего подобного не было. И у многих людей вообще такого ничего не было. Но одновременно, оглядываясь на историю человечества, мы видим, да, войн бывало много, да, периодически бедствия, и даже если они, допустим, не охватывают огромные территории, но места, где там прошел пожар, наводнение, ну, это не такая уж большая редкость даже и в наши дни, когда, казалось бы, войн мало. Да и то и сейчас, к сожалению, войны есть. Я не знаю, в какой год, в какой месяц вы будете это смотреть, но могу быть абсолютно уверен, что какая-то война на Земле в этот момент идти будет. Дай бог, чтобы она, конечно, никого лично из нас не коснулась. И вот само это бедствие становится для нас уникальным. А и, может быть, вот уникальность повторяема, да, вот такое странное сочетание одиночного того, что никогда больше не повторилось у нас с тех пор, и общечеловеческого, потому что что-то подобное происходило многократно, и много было жизней, в которых были эти бедствия. Ну, а что же случилось-то? Дальше очень трудно переводить, потому что у них много было слов для саранчи, для этих насекомых. Ну, а саранча на Ближнем Востоке, не только там, но на Ближнем Востоке мы сейчас находимся, она довольно распространена, и нашествие саранчи – это полное уничтожение всей растительности. Да, много есть насекомых-вредителей, но саранча сжирает абсолютно всё. И она в разных стадиях, ну, вот я не энтомолог, я не могу это правильно назвать, там, куколка и так далее. Она называлась разными словами в древнееврейском языке, в русском нет такого изобилия слов, наверное, у нас саранча не так часто попадается. И вот в оригинале это всё здесь пересказано. «Ваши дети пусть поведают вашим внукам, ваши внуки следующим поколениям, что оставили личинки, доела саранча, что оставила саранча, доели её детёныши, что оставила молодая саранча, доела взрослая». Ну, вот, соответственно, четыре стадии. Ну, что это такое? Конечно, можно представить себе саранчу, которая не просто налетела, но оставила там свои яйца, свою клапку, и в результате это уничтожение продолжилось, да, следующее поколение саранчи. Можно представить себе некое нашествие. Потому что саранча очень похожа на вражеское войско, её много, она действует достаточно слаженно, ставя саранчи, и она действительно всё сжирает, да, как вражеское войско, уничтожает или грабит и ничего не оставляет. Ну, да, всё очень плохо. Что же по этому поводу можно сказать? Ну, дальше, конечно, плач. Да, дальше описание того, как всё плохо, и уже сам этот плач, даёт некоторые подсказки. Пророк он на то и пророк, что он не просто рассказывает о происходящих событиях, и даже не просто говорит о будущих событиях, но старается дать какую-то перспективу сверху, да, то есть он рассказывает, почему, собственно, всё так получилось, и что нужно делать, чтобы это изменилось. Пробудитесь, пьяница, и плачьте. Все, кто любит вино, рыдайте. Виноградного сока вам не досталось. Соответственно, пьянство, как первое, что названо в плаче, ну, вряд ли имеется в виду, что всем остальным плакать не надо. А вот уже некоторая подсказка, а как вы дошли до жизни такой. Да вот допились. На землю мою вторгся народ, могучий, неисчислимый, зубы у него, как у льва, клыки у него, как у львицы. Лозу мою он опустошил, смоковницу мою ободрал, до нога её обнажил и бросил, ветви её побелели. Ну, то есть кору ободрать, если с дерева, то вот под корой древесина, она такая светлая, белая, да. И, конечно, саранча, наверное, не обдирает кору, я, по крайней мере, такого не слышал. Но здесь вот тоже народ с зубами льва. То была саранча, здесь скорее народ. Так кто это, всё-таки ассирийцы или насекомые? Насекомые или ассирийцы? А так ли нам важна разница, если мы говорим, что это история обобщённая, да, что это некое бедствие, которое в разных вариантах случалось, наверное, многократно. Ну, то есть есть нечего, да, то есть страна разорена, всё плохо. Как конкретно это выглядит, уже не очень важно. «Рыдай, как одетая в рубящей девы, рыдает о юном женихе. Прекратились в Доме Господнем хлебные приношения и возлияния. В трауре священники, служители Господа». Смотрите, сначала пьянство, и только потом священнослужение. Может быть, это ответ на вопрос, почему так всё получилось? Часто пророки, ну, Исаия из них, конечно, первый, но не только он, объясняет, «Это вам за то, что». Но можно же не всегда так в лоб. Можно просто описать, как вы живёте при этом. Вот это и делает Иоиль. «Опустило поле, горюет земля, истреблён хлеб, засох виноград, увяло маслина. Стыдитесь, пахари, рыдайте винограды, ряпшеницы и ячмене, погиб на поле урожай». Ну, вот уже какой-то позитив пошёл. А то пьяницы плачут, что им выпить нечего, а тут пахари, земледельцы плачут, что их урожай пропал. Это, конечно, вызывает больше сочувствия. Но, видите, такая перевёрнутая картина. Сначала веселье и разгул, потом богослужение, и только в конце, собственно говоря, труд. Зато вот поля пострадали полностью. Засохла лоза, смоковница увяла, и гранаты, и пальмы, и яблони, и все садовые деревья засохли. Так иссякла и радость у сынов человеческих. Объяснять, наверное, ничего не надо. «Припояжьтесь и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, в рубище проводите ночи, служители Бога». А припояжьтесь, ну, тогда носить довольно просторные одежды, значит, чтобы действовать, неважно, что делать, пойти куда-то, начать работать, или там вот действительно священнослужение, надо было подпоясаться, собрать вот эту длинную одежду, чтобы она не развивалась, не мешала. И подпояжьтесь и плачьте, то есть, собственно, начните действовать, начните плакать. Что это означает? Ну, может быть, какую-то траурную церемонию, какой-то особый обряд покаяния, мольбы, чтобы действительно Господь изменил это положение, имеет в виду автор. А может быть, то, что вот осмыслить и оплакать, это как раз та работа, которую священнослужители должны в этом случае сделать. Да, то есть, у них прекратились их обычные функции, у них уже нет жертвоприношений, и все плохо, и поэтому есть повод плакать. Но можно понять это иначе, что вот эти самые жертвоприношения, вот это самое священное действие, это лишь часть того, что делают священнослужители, а вторая их часть – это такое деятельное покаяние, или, по крайней мере, оплакивание состояния дел. То есть, ну, когда все плохо, то важно, чтобы это было не просто рыдание там земледельцев или тем более этих самых пьяниц, ну, естественный плач человека, у которого все плохо в жизни, но чтобы это было как-то осмысленно свыше, чтобы это было перед Богом. Так вот, в рубящих проводите ночь, и служители Бога прекратились в Доме Божьем хлебные приношения и возлияния. Объявите священный пост, созовите собрание, соберите старцев всех жителей страны, или старцы, соберите всех жителей страны, здесь перевод может быть двузначным, в дом Господа вашего Бога и взывайте ко Господу. То есть, смотрите, пока все было хорошо, в общем, они особенно, наверное, и не собирались в этот дом, да, там священники, там они приносят свои жертвы, все идет нормально, ну, как и всегда бывает, да, есть там священодействия какие-то, ну, в них иногда кто-то участвует, но особенно нет. А когда все плохо, то народ приходит к этому самому священному месту, народ начинает уже сам проявлять какое-то чувство, сам начинает скорбеть, сам начинает что-то делать, и объявляет пост, и это священное собрание, которое вообще бывало обычно по праздникам, ну, то есть, приходили, может быть, не поголовно все, но многие жители земли Израиля, и у них были какие-то определенные ритуальные действия. И вот как раз день бедствия, это день, когда ничего обычного не получается, но можно хотя бы этим заняться. И оказывается, что бедствие, оно, собственно, позволяет вспомнить о Боге в каком-то смысле, тем, кому, наверное, до этого было хорошо всего хватало. «Горе этому дню, близок день Господень, как нашествие, он от крепкого придет, на наших глазах иссякла пища, а в Доме Божьем иссякли радость и ликование». Так, «горе этому дню» или «близок день Господень» – это две разные вещи для любого нормального слушателя этой пророческой книги. День Господень – день, когда приходит Господь, когда Он устанавливает Своё царство, когда Он карает нечестивых, ну, нас, конечно, награждает, мы же его верные служители. А вдруг этот день, в который нечего будет есть, а пьяницам даже и пить, это что ж такое? Это и есть, что ли, День Господень? Вот по Яилю получается так, что День Господень – это день не только у него, но и у Яиля – день мрака, день голода, день бедствия, когда Господь посещает свой народ. Вообще у пророков это такая довольно частая тема, что на самом деле День Господень – это вовсе не радостное событие. И вот тут Он то ли уже наступил, то ли ещё наступает одновременно, как бы и в настоящем, и в будущем. Вот почему мы ещё думаем, что Он немножко такой обобщённый, вот этот пророческий дар Яиля, Он о каком-то конкретном событии, но одновременно о тех событиях, которые периодически происходят. «На наших глазах иссякла пища, а в Доме Божьем иссякли радости и ликования, вновь засохли под глыбами зёрна». Ну то есть такая смёрзшаяся, спёкшаяся на жаре земля на глыбы, да, вот обычно земля – это всё-таки такая пыль, прах такой, да, а тут вот совсем уже вот такая, она непригодная для обработки. «Засохли под глыбами зёрна, опустошены амбары, развалились житницы, потому хлеб исчез». Здесь может быть обратная последовательность, то есть на самом деле, наверное, если хлеб не складывать в эти житницы, они будут пустыми и развалятся постепенно. Здесь как бы наоборот, что хлеб исчез, потому что житниц не стало, но, видимо, это состояние такого разорения, когда уже вот даже капитальные строения, они пропали, собственно, некому работать, да. «Как стонет скот, разбрелись стада коров, и бы не стало пастбищ, для них заброшены даже овцы и козы». Но овцы и козы помельче, понятно. Такая очень конкретная картина сельскохозяйственного древнего общества, где всё плохо, урожай никак не вырастет, деревья ободраны этими самыми то ли завоевателями, то ли насекомыми, да и скот мучается. И вот уже вроде не про саранчу и не про войско, а про некоторую засуху, про какой-то голод. Вот такое общее бедствие, вот бедствие вообще, да. И ответ на это. «К тебе, о Господи, взываю огонь, пожрал пастбище в степи, садовые деревья парил жар, даже звери полевые зовут тебя, потому что пересохли потоки вод, и огонь пожрал пастбище в степи». И здесь тема, которая появляется довольно редко в Библии, ну, например, в книге Иона еще она будет. Солидарность животных домашних и людей, когда у людей нет урожая, то животные, конечно, тоже страдают их же. Люди кормят, ну, и даже если их отпустить, они все равно в этой степи ничего не найдут. И вот солидарность такая может быть немножко необычная для древней особенной литературы, где мало было такой сентиментальности по отношению к животным. Вот тоже такой образ собирания Израиля, народа, который включает даже этих самых домашних животных и в этот момент бедствия должен обратиться к Богу. Это была первая глава пророка Иоиля. Субтитры создавал DimaTorzok